Присутствие Иисуса – это все, что нам нужно. Скажите это громко. Присутствие Иисуса – это все, что мне нужно. Вы помните евангельскую историю про парализованного человека? Друзья принесли его к Иисусу. Для этого они разобрали крышу дома и спустили вниз. И попав в присутствие Иисуса, этот человек был исцелен. Аминь? И послушайте, что были готовы сделать друзья этого человека ради того, чтобы он попал в присутствие Иисуса? Они были готовы преодолеть немалые трудности для того, чтобы принести этого больного человека в присутствие Иисуса. И сегодня я хочу сказать вам, дамы и господа, Иисус, наш Иммануил, с нами. Не знаю, практиковали ли вы это, но в воскресенье я попросил вас просто сделать своей привычкой повторять. «Бог со мной!» «Бог со мной!» «Вы собираетесь оплачивать счета?» «Мне надо оплачивать счета, но Бог со мной!» «У меня такая-то проблема, но Бог со мной!» Это не какое-то напрасное исповедание. Это действующая реальность. Когда вы признаете, что Иммануил, Бог с вами, вы признаете, что Бог был с Моисеем, Бог был с Иисусом Навином, Бог был с Иосифом. Дамы и господа, если вы видите в Библии человека, у которого было сверхъестественное благоволение Божье, то причиной этого всегда было Божье присутствие. Бог был с ними. С нами ситуация намного лучше, потому что Бог с нами навсегда. Хвала Господу! Иммануил с нами! Сегодня я начну с того, что поделюсь с вами тремя-четырьмя местами Писания. Мы будем говорить о присутствии Божьем, которое с вами, о присутствии Иисуса, которое с вами. И послание к Кремлинам 8, 31. Послание к Кремлинам, 8 глава, 31 стих. Знаете, вы можете взять эти четыре места Писания и размышлять над ними, принять их в свой дух, чтобы использовать, когда это будет необходимо. В 31 стихе говорится, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто может быть против нас? И это больше, чем «Если Бог за нас». Дамы и господа, я здесь, чтобы сказать вам «Бог с вами». Аминь. Бог за вас. Откройте 117-й Псалом. Бог за вас. Бог за вас. Бог за вас. Скажите это. Бог за меня. Псалом 117, 6 стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. Господь за меня. Не устрашусь. Что сделает мне человек? Скажите это. Бог на моей стороне. Посмотрите на это вот с какой стороны. Поскольку Бог на вашей стороне, тогда почему вы в страхе? Бог, Творец Вселенной, на вашей стороне. И Писание говорит, не устрашусь, потому что Бог на моей стороне. Каждый раз, когда приходит страх, напоминайте себе. Минутку. Бог на моей стороне. Он на вашей стороне. И Писание говорит, не устрашусь, потому что Бог на моей стороне. Каждый раз, когда приходит страх по поводу оплаты счетов и по поводу других проблем, напоминайте себе. Бог на моей стороне. Бог на моей стороне. Скажите это. Бог на моей стороне. Я не устрашусь. Потому что Бог на моей стороне. Потому что Бог на моей стороне. Скажите еще раз. Я не устрашусь. Потому что Бог на моей стороне. Страх выселения. Страх потерять работу. Есть много поводов, по которым страх пытается прийти, чтобы мучить нас. И нам необходимо напоминать себе. Мы должны напоминать себе. Бог на моей стороне. Бог за меня. Я не устрашусь. Откроем 13 главу Послания к Евреям. Послание к Евреям, 13 глава. Пятый, шестой стихи. Размышляйте над этими местами Писания. Принимайте их в себя. Пятый стих. Имейте нрав не сребролюбивый. Довольствуясь тем, что есть. Интересно, что в расширенном переводе говорится. Пусть ваш характер и нравственное состояние будут свободны от любви к деньгам. Включая жадность, скупость, жажду и стремление обладать земными благами. И будьте довольны своими нынешними обстоятельствами. Тем, что у вас есть. Ибо Он Сам, Бог, сказал. Я ни в коем случае не брошу тебя. Не покину тебя и не оставлю без поддержки. Я не оставлю. Не оставлю. Не оставлю тебя беспомощным. Не покину. Не подведу тебя. Не отниму от тебя руки своей. Конечно, нет. Это серьезно. И мы об этом еще поговорим. В переводе короля Иакова сказано. Имейте нрав, образ жизни, не сребролюбивый. Довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал. Не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим. Господь мне помощник. И не убоюсь. Что сделает мне человек? Бог говорит. Я никогда не оставлю и не покину тебя. Поэтому вы можете смело говорить. Господь мне помощник. Бог говорит. Я хочу, чтобы вы знали, я не оставлю вас, я не покину вас. Поэтому можете смело говорить, Господь мне помощник, я не убоюсь. Господь мне помощник, и не убоюсь. Почему? Потому что Он никогда не оставит меня. Он никогда не оставит меня и не покинет меня. Слава Богу! Аллилуйя! Благословено Святое Имя Его! Аминь! Итак, Бог на моей стороне. Бог за меня. Я покажу вам еще одно место Писания, и начнем с сегодняшнего послания. 26-й Псалом. Псалом 26. Я хочу, чтобы ваша вера сегодня так активировалась, что вы делали бы невиданные дела. Слава Богу! Хочу, чтобы вы наполнились бодростью и смелостью. Слава Богу! Говорю вам, мы готовы действовать. 26-й Псалом, первый стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Обратите внимание. Вся эта уверенность приходит к нам по причине присутствия Господа. Это непоколебимость, есть у нас благодаря присутствию Господа. Мы говорим не о том, что Бог с нами, когда, как нам кажется, мы этого заслуживаем. Но Бог будет с нами даже тогда, когда мы потерпим неудачу. Бог никогда не оставит нас. Он на нашей стороне. Аминь. Итак, давайте поговорим об этом божественном присутствии. Давайте поговорим о важности участия Иисуса в обстоятельствах нашей жизни. Поговорим о вовлеченности Иисуса в то, что происходит в нашей жизни. Поскольку Он сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Знаете, на кресте Бог произвел обмен. Там на кресте произошло нечто могущественное. Кто-то из вас спросит, «Как Бог может быть на моей стороне, когда я подвел Его?» «Как Бог может быть на моей стороне, когда я жил неправильно?» Ведь Он — Святой Бог. Я вам скажу, каким образом Бог может быть на вашей стороне. Благодаря тому, что произошло на кресте, благодаря пролитой крови Иисуса. И вот с того момента Бог посвятил Себя тому, чтобы никогда не оставлять и не покидать вас. Он будет с вами, когда вы на подъеме и когда вы упали. Он никогда не оставит вас. Бог посвятил Себя тому, чтобы всегда быть с вами, дамы и господа. Однако в Ветхом Завете под законом происходило иначе. Если вы были послушны Богу, то Его присутствие оставалось с вами. В Ветхом Завете, то есть в Завете Закона, если вы не были послушны Богу, тогда присутствие Божье уходило от вас. Так происходило в Ветхом Завете. Но и сегодня есть церкви, где учат так. Если не будешь послушен Богу, Его присутствие оставит тебя. Я и сам сталкивался с этим. Мне говорили, что если я не буду поступать правильно или делать праведные дела достаточно долго, если не буду делать того и этого, то Дух Божий покинет мой дом, и на нем будет написано «Взвешен и найден легким». Я думал, да, это дело серьезное. Но потом я узнал, что это было так только в Ветхом Завете. Тогда ваше непослушание приводило к тому, что Божье присутствие покидало вас. А если вы были послушны, то оно оставалось с вами. Однако при этом Завете благодать дело обстоит иначе. При этом Завете происходит не так, как тогда. Сделанное Иисусом на кресте запечатлело присутствие Божьей в вашей жизни навсегда. Происшедшее на кресте запечатлело присутствие Божьей в вашей жизни навсегда. А что произошло на кресте? Я вам скажу, что произошло. И рад, что вы задали этот вопрос. На кресте произошел великий обмен, и этот обмен произвел Бог. Иисус забрал наши грехи и дал нам присутствие Божье Таким образом, мы можем принять праведность Божию и присутствие Божье Итак, смотрите На кресте произошел обмен Иисус забрал наши грехи и дал нам присутствие Божье Он взял наши грехи и дал нам присутствие Божье Помните, что он сказал на кресте? «Боже мой! Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» И это он сделал для того, чтобы мы приняли праведность Иисуса и приняли присутствие Божье от Иисуса. Божье присутствие теперь наше на всю вечность. Вы слышали, что я только что сказал? «Божье присутствие теперь наше на всю вечность». Это изменило мою жизнь. Одно утверждение изменило мою жизнь. А раньше я думал, что присутствие Божье со мной, когда я вел себя хорошо, и не со мной, когда я вел себя не очень хорошо. Однако на самом деле Божье присутствие запечатлено в нашей жизни на всю вечность. После того, как вы рождаетесь свыше и становитесь праведным перед Богом, после того, как Бог приходит в вашу жизнь, мой друг, Он остается с вами, а вы с Ним. Слава Богу! Аминь. Хороший повод для радости. Когда вы поступаете хорошо, Бог с вами. И даже когда вы падаете, Он по-прежнему с вами. Он по-прежнему с вами. Давайте вернемся... Какое у нас местописание? К Евреям, 13 глава. Посмотрите, насколько Бог посвящен тому, чтобы не оставлять вас. Божье присутствие — мое и ваше на всю вечность. Божье присутствие — мое и ваше на всю вечность. Именно это мы и видим из Писания, верно? О, хвала Господу. Итак, пятый стих. Я снова прочту в расширенном переводе. «Пусть ваш характер и нравственное состояние будут свободны от любви к деньгам, включая жадность, скупость, жажду и стремление обладать земными благами. И будьте довольны своими нынешними обстоятельствами, тем, что у вас есть. Ибо Он Сам, Бог, сказал, «Я ни в коем случае не брошу тебя». О, Иисус! Сам Бог сказал, «Не брошу тебя». И когда вам кажется, что вы упадете, вам надо напоминать себе о том, что сказал Бог. «Не брошу тебя». «Не покину тебя и не оставлю без поддержки». «Я не оставлю тебя без поддержки». «Я не оставлю тебя беспомощным». «Не покину». «Не подведу тебя». «Не отниму от тебя руки своей». «Конечно нет». «Не отниму от тебя». И это был расширенный перевод этих двух чудесных греческих слов. Первое «у». Второе «ми». Здесь Бог говорит то же самое, что Он сказал о наших грехах. «Я не буду вменять вам ваших грехов». И снова там два этих греческих слова «у» — «ми». «Вне всякого сомнения я этого не сделаю». Такого никогда не произойдет. Бог особым образом подчеркивает. «Я не только говорю вам, что не сделаю этого, но еще и заверяю вас». «Нет, никогда, никоим образом». Вот что значит «у» — «ми». «Никоим образом Я не стану вменять вам ваши грехи». А здесь Бог говорит «Я никогда, никоим образом не покину тебя». И сделано это на законном основании. Потому что Он оставил Иисуса, чтобы на законном основании не оставлять вас. Так что в любом случае, религиозная традиция учит нас, что есть причины, по которым Бог покинет вас. Но здесь, в расширенном переводе, вы видите, что Бог говорит «Я не сделаю этого». «Я не отниму от тебя руки своей». «Я не оставлю тебя без поддержки». «Я не брошу тебя». «У» — «Ми». «Ни в коем случае я не оставлю тебя». Бог с вами даже тогда, когда вы чувствуете, будто Он покинул вас. Кто из вас чувствовал, как будто Бог не с вами? Но у вас должна быть уверенность. Поэтому так важно знать, что сказал Бог. Даже когда вы чувствуете, что Он рядом, вы должны осознавать Его присутствие. Даже когда вы не чувствуете Бог рядом. Помните, Бог с вами не потому, что вы чувствуете, что Он с вами. Помните, Его присутствие с вами не потому, что вы чувствуете Его. Вам надо перейти от ощущения, что Бог с вами, к знанию о том, что Он с вами. Аллилуйя! Я говорю, Аллилуйя! Скажите громко, я знаю, Бог со мной. Бог со мной. Именно так. Бог со мной. Вам надо размышлять об этом. Бог никогда, ни в коем случае, никоим образом не оставит меня. Невозможно, чтобы Бог покинул меня. Он этого не сделает. Но религия всегда говорила вам, если ты зашел в ночной клуб, то Дух Божий будет ждать снаружи, пока ты не выйдешь оттуда. Нет, неправда. Он прямо там, вместе с вами, потому что Он будет отговаривать вас от этого. Он будет мешать вам получать удовольствие. Раньше вы хорошо проводили там время, потому что ходили туда в одиночку. Но теперь, приняв спасение, вы все делаете с Богом. Он повсюду ходит с вами. Не бывает так, чтобы вы куда-то пошли, а Он нет. О, Боже всемогущий. Такова реальность. Бог с вами. И не бывает так, чтобы вы куда-то пошли без Него. А вы ощущали себя подавленным после того, как вступили в брак? Беру свои слова обратно. Вы не чувствовали себя подавленным? Конечно нет. Бог никогда не отпустит вас и не отнимет от вас руки Своей. Он не бросит вас. И давайте поразмышляем вместе. Если у Бога такое сильное посвящение, то почему кажется, что я не получаю от этого пользы? Если Бог так посвящен тому, чтобы быть со мной, тогда почему же я прохожу через испытания? Минутку. Если вы проходите испытания, Бог проходит его вместе с вами. Через все Бог будет проходить вместе с вами. Вспомните. Он был с теми, кто служил Ему в львином рве. Он был с ними в огненной печи. Надо научиться получать пользу. Бог сказал, я никогда не оставлю тебя. Повсюду я буду с тобой. А нам надо научиться получать пользу от Его присутствия. Мы утвердились в знании. Я всю свою жизнь буду в безопасности. Бог всегда будет со мной. Когда я на подъеме, когда я упаду, когда я в победе, и когда я в поражении, но как мне получать полную пользу от присутствия Божьего? Бог рядом с нами по определенной причине. Бог посвятил Себя тому, чтобы быть с нами для определенной цели. И я хочу, чтобы вы знали, что это за причина. Благословено святое имя Его. За последние несколько месяцев даже мой фокус изменился. Потому что я понял, что должно произойти для того, чтобы я начал получать пользу от присутствия Божьего. Это истинно, я и делюсь с вами сегодня. Смотрите. Никогда не оценивайте присутствие Божье. Никогда не оценивайте Божье незаслуженное благоволение на основании ваших обстоятельств. Никогда не оценивайте присутствие Божье. Никогда не оценивайте Божье незаслуженное благоволение на основании круга, в котором вы стоите, на основании окружающих вас обстоятельств. Посмотрим, что было с Иосифом в 29 главе Книги Бытия. Мы почему-то думаем, что наши обстоятельства определяют, будет с нами Бог или нет. Нет, нет, нет. Не бывает обстоятельств настолько сильных, чтобы Бог оставил вас. Слава Богу! Послушайте, в каких обстоятельствах оказался Иосиф. Его только что ложно обвинили, бросили в тюрьму. Но то, что он оказался там, не значило, что Бога с ним не будет. Я вам говорил на прошлой неделе, Бог будет с вами в тюрьме, потому что Он выведет вас оттуда. 21 стих. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Послушайте, Бог с вами для того, чтобы что-то произошло. 22 стих. «И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Господь был с Иосифом в доме Патифара, и Господь был с Иосифом в тюрьме. Благоволение Божие действовало в жизни Иосифа и в доме Патифара, и в тюрьме. «Когда у вас есть незаслуженное Божье благоволение, вы не можете не преуспевать. Когда у вас есть незаслуженное Божье благоволение, вы не можете не преуспевать. Когда на вас Божье незаслуженное благоволение, то где бы вы ни были, как это было Иосифом, где бы вы ни были, Божье незаслуженное благоволение на вашей жизни, и поэтому вы не можете не иметь благоволение со стороны других людей. вы не можете не преуспевать, и вы не можете не иметь продвижения и преумножения. Вы слышали, что я сказал? Когда на вашей жизни благоволение Божие, когда Бог с вами, где бы вы ни были, вы не можете не преуспевать. Надо мне выправить свое мышление. Вы не можете не преуспевать, вы не можете не иметь благоволения, вы не можете не иметь преумножения и продвижения. Вот что придет в вашу жизнь, и вот на что вам надо смотреть и говорить. да бог со мной скажите так громко бог со мной вы будете как резиновый мячик который опускает под воду но как только отпускает его он сразу же всплывает на поверхность дьявол так и делает он постоянно старается опустить вас вниз но потом вы обязательно поднимаетесь ваши низшие точки это божьи пусковые площадки для продвижения вашей жизни так было и сиосифом его низшие точки были пусковыми площадками для величайших продвижения в его жизнь не рабщите и не жалуйтесь когда окажетесь в низкой точке слава богу вспомните что было сиосифом братья предали его бросили в ров потом его продали в рабство он был рабом в доме патифара после ложного обвинения он из дома патифара попал в тюрьму в тюрьме он попросил виночерпия не забыть о нем но тот о нем забыл на два года но как видите каждая из этих низких точек стала пусковой площадкой для перехода на новый уровень вы не услышали что я сказал я не знаю ваших сегодняшних обстоятельств но верю что бог как и раньше выводит своих людей на новые уровни я всего сердца верю что в этом году бог откроет для вас дверь вы пройдете через нее и ни один человек не сможет ее закрыть вы слушаете меня одно дело теоретически знать что бог с вами но другое переживать его присутствие переживать его присутствие необходимо увеличить свое сознание его присутствие поэтому давайте поговорим о том как практиковаться в присутствии божьем потому что для того чтобы достигать совершенство надо практиковаться а как практиковаться в присутствии божьим прежде всего надо увеличивать осознание его присутствия. Это есть практика. То есть, вы больше думаете о нем, вы увеличиваете свое осознание присутствия Иисуса в вашей жизни. Знаете, находясь здесь эти 30 минут, вы практикуетесь в присутствии Божьем. Так? Мы с вами читали местописание об Иисусе, и вы практиковались в Его присутствии. Это вы делаете и сейчас. Ваше сознание сейчас заполняется словами об Иисусе. Вы приумножаете сознательные размышления об Иисусе. Необходимо работать со своим разумом. Когда я только начал, то было так. Я размышлял о Писании, но очень скоро мой ум отвлекался на что-то другое. Вам надо тренировать свой разум. Тренировать его. К примеру, оставаться на одном месте Писания 2 минуты, затем увеличить время до 5 минут. Проводить время и размышлять над Словом Божьим 5-10 минут. Проводить время и размышлять над Словом. Мы привыкли только разговаривать, но начните размышлять над Словом 5-10 минут. Тренируйте свой разум, чтобы понять силу сознательного размышления о присутствии Иисуса Христа. По мере того, как вы все больше будете размышлять об Иисусе, вы станете переживать мир, которого у вас не было раньше. Размышлять об Иисусе больше и больше. Все более размышлять о нем. У вас есть выбор. Или размышлять о проблеме. Или все больше и больше размышлять об Иисусе. Аллилуйя. И тогда придет сила, которую вы не знали раньше, и радость, которую не описать словами. Писание говорит об этом в 26 главе книги Исаии. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он, а тебе размышляет Он. Тренируйте себя. Приучайтесь думать об Иисусе больше и больше. Думайте об Иисусе больше и больше. Фраза, которая помогает мне. Бог со мной. Эммануил со мной. Слава Богу. Аллилуйя. Я собираюсь пойти туда. Эммануил со мной. Я сажусь в самолет. Иисус со мной. Слава Богу, я иду на собрание. Иисус со мной. Хвала Господа, я иду к врачу. Иисус со мной. Слава Богу. Что вы делаете? Вы приглашаете Иисуса в ситуации вашей жизни. Если вы осознаете присутствие Иисуса во всем, что происходит, тогда приходит Иисус и делает то, чего вы даже не ожидали. Потому что вы осознаете присутствие Иисуса. Практиковаться в присутствии Божьем значит осознавать присутствие Иисуса. Если вы в присутствии Сына Живого Бога, тогда сверхъестественным образом приходит духовный прорыв, к которому вы так стремились. И это потому, что вы открываете себя присутствию Божьему. Именно это вы и делаете. Вы открываете себя присутствию Божьему. Когда вы больше думаете об Иисусе, вы открываете себя присутствию Божьему. Пребывая в Слове Божьем, вы открываете себя присутствию Божьему. Когда вы приходите на изучение Библии в среду, знайте, а некоторые люди не приходят в воскресенье, вы открываете себя присутствию Божьему. Понимаете? Происходит что-то сверхъестественное, когда вы пребываете в Слове. Вы открываете себя присутствию Божьему. И чем больше вы открываетесь присутствию Божьему, тем больше сверхъестественного будет происходить в вашей жизни. Что-то постоянно происходит, потому что вы постоянно открываете себя присутствию Божьему. Вот какой вопрос вам надо задать себе. В своей повседневной жизни, чему я открываю себя больше? Потому что, когда вы открываете себя присутствию Божьему, знаете, недостаточно одних только слов. Не беспокойся. Библия учит не беспокоиться. Необходимо присутствие Божье, чтобы вы выбрались из этого беспокойства. Пытаясь уговорить себя не беспокоиться, вы беспокоитесь еще больше. Но совсем другое дело, когда приходит присутствие Божье, присутствие Господа. Аллилуйя! И когда вы открываетесь этому присутствию, никто не учил меня, как это делать. Входить в присутствие Божье — это не только ходить на воскресные молитвенные служения. Необходимо все больше размышлять о присутствии Божьем и открывать себя Ему. Я вам точно говорю. Иосиф открывал себя присутствие Божьему все время. При всем том, через что он прошел, был брошен в ров, оказался в тюрьме. Иосифу необходимо было говорить с Богом все время. И он часто говорил с ним. Моисей часто говорил с Богом. Недавно я размышлял о Моисее. Откройте книгу Иисуса Навина 1.5. Присутствие Божье было с Иосифом, и смотрите, какое у него было благоволение. Присутствие Божье было с Моисеем, и смотрите, какое у него было благоволение. Вы что, думаете, у него не было благоволения Божьего, при том, что он повелел Красному морю раступиться? Когда по его молитве с неба падала мана, и прилетали перепела, это было благоволение Божье. Он ничего не сделал для того, чтобы это заслужить. Вода текла из скалы. Единственный случай, когда вода не потекла из скалы, это когда Моисей попытался это сделать собственными усилиями. Своими собственными усилиями. Бог не позволил ему войти в обетованную землю по одной причине. Он не хотел, чтобы люди думали, что могут добиться всего своими собственными усилиями. Они должны были доверять Богу, уповать на Него. И это был совершенный пример. Я размышлял о том, что древо в саду символизирует закон. Закон — это познание добра и зла, не так ли? Закон — это познание добра и зла. Это некий символ. Бог сказал, не ешь от этого дерева. Я не хочу есть от дерева закона. Друзья, давайте усвоим это. Мы готовы перейти на новый уровень, но своими силами мы этого сделать не можем. Знаешь, что это глупо, но скажите. У-у-у. Да, хорошо получилось. Я использую вот какую иллюстрацию. Епископ однажды сказал, не бывает так, что ты проходишь мимо дерева, а оно говорит, я просто стараюсь быть деревом. Вы помните? Я просто стараюсь быть деревом. Знаете, Деревом быть так трудно. Деревья не борются и не напрягаются, чтобы приносить плоды. Знаете, что они делают? Они просто открывают себя действуя солнца и воды. Они просто открывают себя для действия солнечного света и воды. Вот и мы, как эти деревья. Если хотим приносить плоды, выдающиеся плоды, которых прежде не видели в своей жизни, настало время открыть себя для действия света Сына Божьего и живой воды Его Слова. Если мы откроемся для Сына Божьего и откроемся для живой воды Его Слова, тогда, как и дереву, нам будет нетрудно приносить плоды. Знаете, что происходит с нами, христианами? У нас нехватка. Мы не приносим плоды, потому что не открываемся для Бога. Если вы мне не верите, то посмотрите вокруг. Посмотрите на пустые места в церкви. Это происходит потому, что люди не понимают, как важно приходить и открываться действуя Слова Божьего. Мы не видим, как важно открывать Библию и не думать о времени. Мы не поступаем так при встрече со старым другом, когда о многом надо поговорить, и незаметно для себя проговорили до трех часов ночи. Но если вы постоянно смотрите на часы, знаете, что тогда происходит? Время тянется очень медленно. Вам кажется, что прошло очень много времени, а прошло несколько минут. Мы страдаем от того, что не открываемся действию Божьему. И нам необходимо проповедовать людям это послание, объяснять им, почему так важно приходить на изучение Библии, приходить в церковь, приобретать диски, открывать и читать Библию. Таким образом, вы открываете свету Сына Божьего и живой в воде Его Слова. Но как вы можете приносить плод без этого? Недостаточно только спастись и ждать перехода на небеса. Я спасен, я пойду на небеса. Воля! Да, так оно и есть. Но здесь вы не приносите никакого плода. Как дереву необходимы солнечный свет и вода, чтобы плодоносить, так и вам, чтобы приносить плод, необходим свет Сына Божьего и живая вода Его Слова. Вам необходимо открываться для присутствия Божьего. Поэтому я рад видеть вас здесь сегодня. Я рад, что вы получаете свет Сына Божьего. Живую воду Слова. Сидя здесь, вы не тратите время зря, а получаете необходимое для того, чтобы приносить плод. О, я так люблю Иисуса. Когда к вам приходят проблемы, просто скажите вслух. Господь со мной. Иисус со мной. Когда вы проходите через испытания, скажите, Иисус со мной. Что вы делаете? Практикуетесь в присутствии Божьем. Читайте Слово. Слушайте диски. Открывайтесь действию света Сына Божьего. Вы не знаете всех ответов и не делаете всего совершенно. Но не занимайтесь самообичеванием. Когда деревья не получают солнечного света и влаги, они начинают засыхать, увядать. Многие люди приходят в церковь увядшими. И это можно сразу определить. Спрашиваешь их, как у вас дела? Ну, знаете, так. Они пытаются говорить, как будто были в солнечном свете. Но то, как они это говорят, их речь выдает все. Вы слушаете меня? Осознание совершенной любви Иисуса к вам. Я должен напоминать себе. Иисус любит меня. Я праведен перед Богом. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Боже, я воздаю Тебе хвалу за то, что сказанное Тобой исполняется в моей жизни. Вам необходимо напоминать себе о Божьей совершенной любви. Почему? Потому что, когда вы практикуетесь в этом и открываетесь для знания совершенной любви Господа, все это изгоняет всякий страх. Я с нетерпением жду, когда смогу рассказать вам урок, который готовил весь год. Я готовил его на основании собственного опыта. И то, что нам говорили, не так. Я с нетерпением жду времени, когда смогу рассказать вам о поле битвы в нашем разуме. Недостаточно сразиться один раз и думать, что проблема уйдет. Иногда надо сражаться минута за минутой. Час за часом, день за днем. Надо твердо стоять на своем. Я знаю, что Бог со мной. Не знаю, дьявол, для чего ты приходишь и внушаешь мне мысли, но каждый раз, когда ты будешь говорить свое, я буду говорить свое. Надо просто продолжать путь. Бог не бросит вас. Он вас не подведет. Он этого не сделает. Что говорится в первом послании Иоанна 4,18? Совершенная любовь изгоняет... Что? Всякий страх. Но что происходит, если совершенная любовь доступна, но мы не открываемся ей? А вот что. Почему такого нет у меня? Почему я не приношу плод? Из-за нехватки света и воды. Вы не открываетесь Божьей любви. Не открываетесь действию Слова Божьего. Не открываетесь всему тому, что составляет Божье присутствие. Аллилуйя. Когда вы приглашаете в свою жизнь Иисуса и признаете Его присутствие, знаете, что значит слово «признавать»? Но слово «признавать» означает «предавать ценность». Вам надо придавать этому ценность. Видите это как достаточно ценное. Вы предложили своей жене пойти на обед к друзьям. Она согласилась, но вы весь вечер провели с другими людьми. Определенным людям и вещам надо придавать ценность. Женщины по всему миру страдают из-за того, что им не придают ценности, а они хотят чувствовать себя ценными. Чувствовать, что у них есть ценность. Вам надо видеть присутствие Божьей как что-то ценное в своей жизни. Вам надо видеть присутствие Божьей как что-то весомое, значимое в своей жизни. Вы цените Господа настолько, что признаете Его. Цените свою жену за то, что она пошла с вами. Будьте вместе с ней. Не оставляйте ее одну с людьми, которых она не знает. Признавайте присутствие Божье. Если вы цените присутствие Божье, признавайте Его. Если вы цените Слово, признавайте Его. Если вы цените Иисуса, признавайте Его. Признавайте Его. Слава Богу. Разве не удивительно, что я по-прежнему помазан и без галстука? Разве не удивительно, что если ты проповедуешь за кафедрой в джинсах, в тебя не вселяется бес? Разве не удивительно? Разве не удивительно? Слава Богу! Вы поймите меня правильно. Мне нравятся костюмы, нравятся галстуки. Но разве не удивительно, что Дух Божий не оставляет меня, когда я проповедую в джинсах? Дух Божий не оставляет меня, хотя я и не надел галстук. Какие-то люди оставят меня. Но Иисус не оставит. И когда вы в присутствии Божьем и цените Его, то вы не позволите, чтобы плохие поступки людей обижали вас. Аллилуйя! Теперь вам понятно? После того, как вы пригласите Иисуса и признаете Его присутствие, вы почувствуете, что Он вмешивается во все решения, которые вы собираетесь принять. И это будет происходить через присутствие или отсутствие мира. Он будет использовать присутствие или отсутствие мира, чтобы помогать вам в принятии решения. Но это будет тогда, когда вы пригласите Его в свою жизнь и будете признавать Его присутствие. Признавайте Его присутствие, тем самым вы показываете, что оно имеет ценность в вашей жизни. О, Бог со мной! Признавайте присутствие Господа, цените Его присутствие. И поскольку Бог с вами, то вы идете на деловые переговоры, и только потому, что вы признаете Его присутствие. Это по Писанию? Конечно, да. В книге притч говорится, «Во всех путях твоих познавай, признавай Его». И Он что? Направит стези твои. Но если вы не признаете Господа, то и не ждите направления от Него. Вам это понятно? Божье присутствие с вами, чтобы направлять вас. Чтобы вести вас. Чтобы руководить вами. Чтобы вы все более становились подобными Христу. Именно так. Присутствие Божьей в вашей жизни для того, чтобы вести и направлять вас в том, чтобы вы все более становились подобными Христу. Присутствие Божьей в вашей жизни не для того, чтобы показывать вам, где деньги. Боже, покажи мне, где деньги. Вам необходимо иметь понимание о самой главной цели, а иначе вы будете гоняться за богатством, что ни к чему не приведет. Мы хотим быть как Иисус. И Он дал нам обетование. Когда увидите Меня, будете как Я. Дух Божий ведет и направляет вас в том, чтобы вы все более становились подобными Христу. Ведет и направляет вас в том, чтобы вы все более становились подобными Христу, и в том, чтобы вы во всех своих делах имели успех. Две цели, чтобы вы становились подобными Христу, а Он был успешен во всех своих делах, даже тогда, когда так не казалось. Его избили и пригвозили к кресту, но через три дня Он оказался успешным. Христос на самом деле был успешным на протяжении всего процесса. Он был успешен во всех обменах, которые должны были состояться, в том, что Он сделал на кресте, когда пролил свою кровь. Поразмышляйте об этом. Дух Божий во мне ведет и направляет меня в том, чтобы я становился все более подобным Христу. Он ведет и направляет меня в том, чтобы я был успешен во всех делах. И что сделал я? Я признал присутствие Господа и показал, что ценю Его. Бог так и сказал, «Признавайте меня, и Я направлю ваши пути». Признавайте меня. Признавайте меня. Много чего неприятного происходит в нашей жизни из-за того, что мы не признаем Господа. Вы действительно верите в Него? Вы действительно считаете Его присутствие ценным? Вы верите в Его существование? Цените Его? Вы живете так, как будто Иисус каждый день вместе с вами в проявленном виде. И когда вы увидите Его, то сразу узнаете, потому что вы каждый день практиковались, открывались для Его присутствия. Благодаря этому вы обретаете мир, который не получить никаким другим способом. Ни один врач не даст вам мира, который вы обретете, если будете делать то, чему я учу вас сегодня. Аллилуйя! Слава Богу! Благословенно святое имя Его! Аминь! Поэтому мы хотим посвящать этому свое время, чтобы это переживать. Очень важно, чтобы вы избавились от идеи о том, что Господь присутствует только для того, чтобы находить у вас ошибки. «Иисус рядом, чтобы находить у меня ошибки». Нет, нет. От этой идеи вам надо избавиться. Господь ищет у меня ошибки, потому что я просто никуда не годный и не заслуживаю ничего, кроме ада. Вы правы, так оно и есть. Но благодаря крови Иисуса вы не получаете то, что заслуживаете. Вы получаете изобилие незаслуженной благодати. Аминь! Когда вы начнете осознавать... Это очень важное слово. Об этом мы и ведем речь. Об осознании присутствия Господа. О том, чтобы культивировать это осознание. Когда вы станете осознавать присутствие Господа, думать о Нем, культивировать Его присутствие и осознавать Его, тогда все ваши страхи, все тревоги, все беспокойства растают как масло в жаркий день. Знаете, так сказал Давид. Перелесните на 5 стих 96-го псалма. Это сказал Давид, и должно быть у него было откровение. Если говорить о человеке, который практиковался в присутствии Божьем, то это был Давид, и у него было откровение. 5 стих 96-го псалма. Горы, как что? Воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Знаете, что он говорит? Он говорит, «Вдруг эта гора вашей жизни, казавшаяся такой огромной, от присутствия Господа начинает таять?» Эта огромная проблема начинает таять от присутствия Господа. Вы или можете носить эту гору на себе и позволите ей изматывать вас, наполнять вас страхом настолько, что начинает страдать ваше физическое тело, или вы можете начать признавать присутствие Божье и практиковаться в нем, чтобы от него эта гора растаяла. Горы, как воск, тают от лица Господа. Для того, чтобы быть свободным от беспокойства, необходимо присутствие Господа. Чтобы быть свободным от беспокойства, необходимо присутствие Господа. Это серьезно. Если у вас есть дети, вы знаете это. Вы любите их. Но в принятии трудных решений необходимо присутствие Господа. Иисус, храни их в безопасности. А иначе вы будете рвать на себе волосы от беспокойства. Вы будете делать глупые поступки из-за тревоги. Послушайте, я знаю, о чем говорю, потому что сам родитель. Если вы не разберетесь с беспокойством, оно разберется с вами. Недостаточно повторять, я не буду беспокоиться, потому что так сказал пастор. Не поможет. Вы будете беспокоиться. Вы будете беспокоиться. Но если вы будете открыты к присутствию Господа, то в Его присутствии беспокойство оставаться не сможет. Иисус не призывает вас что-то выдумывать и отрезать свои проблемы. Он не призывает вас притворяться, как будто фактов не существует. Он хочет, чтобы вы понимали. Посреди всего того, через что вы проходите, Он вместе с вами. Когда вы привлекаете в гигантскую проблему Иисуса, эта гигантская проблема превращается в микроскопическую ситуацию. Это происходит в присутствии Божьем, которому вы открываетесь. Присутствие Божье всегда с вами. Бог сказал, что никогда не оставит и не покинет вас, и сделал посвящение никогда не отнимать от вас руки своей. Но открываться присутствию Божьему — ваша ответственность, признавать Господа. Ваша ответственность. Мне так нравятся слова из третьего псалма. «Но Ты, Господи, щит передо мною. Слава моя. И Ты возносишь голову мою». Прочитайте третий псалом. «О, слава Богу». Благословено святое имя Его. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Я решил, буду проповедовать это послание. Даже если все уйдут из церкви, а останется 3-4 человека, я все равно буду проповедовать его. Слава Богу. Аллилуйя. Благословено святое имя Его. Это дает свободу. Если будете практиковаться в этой истине, то придет время, когда вы войдете в открытую дверь и спросите себя, «Как это произошло?» Это произошло потому, что вы практиковались в присутствии Божьем. Вы увидите, что общаетесь с Иисусом весь день. Вы не сможете сесть в машину, не поговорив с Иисусом. Будете одеваться и говорить с Иисусом. Принимать душ и говорить с Иисусом. Смотреться в зеркало и говорить с Иисусом. «С кем ты говоришь?» Я говорю с Иисусом. Ложитесь спать и говорите с Иисусом. Вы просто ощущаете дискомфорт, если не говорите с Иисусом. Вы чувствуете жажду открываться присутствию Божьему. Да. Давайте вместе прочтем 4 стих 3-го псалма. Готовы? Читаем. Но ты, Господи, щит передо мною. Слава моя. Ты щит передо мною. Ты щит передо мною. Ты щит передо мною. Он слава моя. И он возносит голову мою. Аминь.